Приветствую вас. Я думаю, что мужу, очевидно, чего-то не хватает, потому что в противном случае он не делал бы этого. Но он не может вам об этом сказать, потому что между вами нет доверия. А доверия между вами нет, потому что вы принимаете на свой счёт то, что делает муж. Вас это задевает. Соответственно, всё довольно просто. Вы вместо того, чтобы контролировать его и как-то ограничивать в том, что он делает, обращайте внимание на себя, смотрите, как вас это задевает, прорабатывайте негативные чувства, становитесь более самодостаточными, становитесь более свободными, мужчина это видит, а вы его тем самым более привлекаете и всё приходит в русло. Ну, либо вы расстаётесь и, соответственно, газ идёт своей дорогой. Потому что вот когда вы говорите, что заметил полугода назад, обещал прекратить, а почему обещал прекратить? То есть вот что это за какие-то прям карательные меры, да, обещал прекратить, ну почему обещал прекратить? Вот, знаете, то есть как бы почему обязательно в сексе чего-то должно не хватать? Может быть не хватает не в сексе, а именно в отношениях между вами. То есть тут вот такая история. Вам обязательно нужно определить причину, по которой вы не можете смириться. Вам обязательно нужно понять, что всё дело в доверии. И в первую очередь это доверие в доверие, ваше доверие самой себе. А дальше уже можно, в принципе, при наличии понимания проблем с обоих сторон, можно, в общем-то, обратиться к психологу на консультацию во сбоих сторон. Такая вот история. То, что вы пытаетесь понять причины, почему мужчина это делает, это тупиковая ветвь, потому что не поймёте, ибо человек другой. Вот, а то, что касается того, что вы не можете смириться, опять же, у вас нет выбора. У вас, по сути, нет выбора. Всё убирается здесь в ваш стереотип о том, что мужчина этого делать не должен, а если он делает, значит, что-то не так. В сексе. И вы вот понимаете это на свой счёт, вам обидно и проще. Но вы забываете о том, что с одной стороны дело может быть совсем не в сексе, и мужчина так снимает свою напряжённость и тревожность, которая вообще с сексом связана. Либо дело в мужчине, и у него просто кто-то изменился, и что к вам отношения вообще не имеет. Но проблема в том, что вы это заметили и отреагировали негативно. То есть проигнорировали свои чувства. Ну, может быть, вы могли бы сказать, что, например, мне неприятно, то это ты делаешь. Может быть, вы могли бы так сказать. Но, опять же, это было бы не совсем искренне, потому что, что именно неприятно. Потому что, как именно вас это вызывает, как именно вас это определяют. Вот. То, на что нужно ориентироваться. Вот. Поэтому, я думаю, тут только вот такая история. Вам не нужно понимать, почему он это делает. Вам нужно разобраться в себе. Разобраться в себе, вы подтолкните мужчину на то, чтобы он тоже выразил вам свои желания. Пока вы в себе не разобрались, пока вы через мужчину, через контроль пытаетесь компенсировать болезненные участки в своей психологической реальности, мужчина тоже не сможет быть с вами искренним. Вот и всё. Вот и всё. Так что, здесь такая вот история. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это присоединиться к мужу во время, так сказать, рассмотра им танцев девушек и, в общем-то, провести с ним хорошее время. Как супруга вы можете сделать это. Но это, конечно, станет возможно после того, как вы даже не смиритесь, это неправильно, а скорее примите. Примите этот факт, что муж это делает. Примите, что вы здесь ни при чём. То есть перестанете воспринимать семейную сексуальную жизнь как аргумент в пользу вашей ценности, в пользу вашей полноценности и в пользу вашей достойности. Вот именно поэтому вы не можете смириться, потому что чувствуете, что с вами что-то не так. А достаточно тяжело жить, когда от другого человека, от его действий зависит то, как будешь чувствовать себя ты сам. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...